Маржинальность многих культур в минувшем году обвалилась и, естественно, аграрии сейчас озабочены тем, как оптимизировать затраты на выращивание зерновых, масличных. Какие на этом пути подстерегают и радости, и огорчения, на ваш взгляд? Действительно есть такая проблема у нас в сельском хозяйстве, но в общем-то сейчас на рынке очень много различных компаний, которые предлагают различные решения, в том числе за счет которых можно где-то сэкономить, но все же есть определенные опасности какого плана? Не всегда экономия ведет к получению нужного конечного результата. То есть мы вроде где-то экономим, снижаем себестоимость, где-то за счет этого хотим и заработать, но получается бывает так, что поля зарастают, болезни проходят и вместо того, чтобы сэкономить, хозяйство получают непоправимый урон в виде того, что меньше урожайности, потери качества и так далее. На примере яровых позднего села можете это проиллюстрировать. Тоже сои, если мы рассматриваем, сои достаточно критически относятся к сорнякам, это не конкурентно способная культура. Если мы допустим где-то фатальную ошибку и зарастем, дальше междурядными культивациями можно и не справиться. То есть это не один пример у нас 21 года, 20 года, когда хозяйство решали экономить. Опять же по экономии надо с умом экономить. Да, там те поля, которые у вас не сильно зарастают, где прессин сорняков слабый, но возможно да, где-то более облегченные схемы защиты применять. Плюс междурядные обработки, если есть возможность. Но на тех полях, где у нас есть и такие сорняки, как амбрузия, мария, соты, злаковые сорняк различные, различные те же пыри и так далее, там конечно экономия дорогого стоит в итоге. И у нас есть примеры хозяйства, где уходя на более дешевые схемы, в итоге возвращались к нашей защите, ну и более, да, поначалу вроде как затратные, но они в итоге обожглись. Потеряли больше, да? Потеряли больше, да, и в итоге, да, потом мы и обращались к нам, давайте наверное все-таки схемы заново возвращать, схемы защиты, будем все-таки там на том же форуме останемся, на один из новых наших гербицидов, зарегистрированный на сою и на, кстати, на горох, в том числе сейчас набирает обороты, достаточно новая регистрация и очень хорошо себя он проявляет на данной культуре. Вот, в последнее время, даже если кукурузу взять, то же самое, особенно что касается на орошении, там где всегда сорняка много, тоже, если препарат не обладает почвенным эффектом, да, где-то изначально действующие вещества менее активные в плане сорняков. Также можно зарастать и кукуруза, например, если брать тот же сорняк марь, она же очень хорошо марью забивается, лилопатический эффект там проявляется, то есть это уже, допустим, проверено в том числе на базе нашего агроцентра, где мы закладываем опыты. Только где марь в полях появляется, на тех же контролях, где, либо там на вариантах, где мы не сдерживаем ее, урожайность тут же очень сильно падает. То есть в этом плане риски есть. Сахарная свекла, ну это все, знаете, затратная культура, да. Затратная культура, однако, если сэкономить на фунгицидных обработках, да, и где-то пройдет сиркоспороз. Это ж не только повлияет на количество урожая, он может от 5 до 40-50 процентов унести. Но в дальнейшем-то, ну, смотря от своего развития, то есть сталкивались мы с таким в производстве. Ну, это же потом же влияет и на качество сахариста, и на сахаристы, да, и как итог на получение сахара с гитарой. Поэтому, если вкратце описать по всем этим трем культурам, по сою компании БАСС, на данный момент имеется полный перечень препаратов для защиты данной культуры. Это начиная от протравливания инокуляций, гербицидная защита, более четырех препаратов зарегистрированы. Это старый и добрый, всем знакомый, базогрант с пульсаром и пивотом, новый корум у нас. Также сейчас обороты набирают, фунгицидная защита на сою, связано это с тем, что постепенно пощадя под данной культурой растут. Увеличиваются, да. Да, это все равно, даже вот в данных условиях у нас сейчас все-таки курс идет на внутреннюю переработку сои, именно глубокую переработку сои. И постепенно все равно цена на данную продукцию будет расти и потребность внутри страны, она будет увеличиваться. Вот. В том, что хотелось еще сказать, именно по фунгицидной обработке, три препарата сейчас зарегистрированы именно на сои, и это неспроста, потому что даже в Краснодарском крае, на вообще, в принципе, на Северном Кавказе мы видим, что болезни начинают прогрессировать, такие как переноспороз и аскохитос. Конечно, нам далеко еще там до Дальнего Востока, слава Богу, где очень много болезней, в том числе и стептариоз на сои, и циркоспороз на сои. До нас они не дошли, но специалисты компании БАСВ над этим работают, уже решения по данным проблемам у нас есть, достаточно обкатанные решения. Вот. И в завершении у нас также есть препарат БАСТА, это препарат, который применяется для диссекации посев. Особенно это очень актуально для семенной сои, то есть те посевы, которые на семена мы сделаем. Почему? Потому что этот препарат с так называемой естественной синякацией, то есть процесс дозревания культуры, он более, как бы, получается в естественном. И все питательные вещества, которые идут, сохраняются в семенах, они больше, в большем количестве поступают, то есть энергия прорастания, потом и схожесть, сохраняется на наивысшем уровне. При этом нам дается быстрее убрать культуру, подсушить ее. В некоторых условиях это очень важно. И меньше потом затраты на подработку культуры, в итоге меньше мы отбиваем этих же зеленых бобов и так далее. Да. Ну а скажите, вот по новым препаратам, как преодолеть предубеждения крестьянина. Он привык к тому, что старое доброе, а новое ему всегда хочется посмотреть. А где это можно увидеть? Чаще всего задают у нас на конференциях вопрос. Что можно сказать по этому поводу? Вот как приобщиться к новым, более эффективным препаратам? Да, есть несколько способов увидеть новинки компании. У нас на юге России три способа. Способ номер один это общение и посещение хозяйств, где применяют наши препараты. Например, Ростовская область, это ООО Аградон, где полностью схема защиты практически полностью на басве. Протравка и применение гербицида Корум в том числе и применение фунгицида Оптима Цериац плюс. Краснодарский край, Кавхай и Николаенко, Северский район, тяжелые условия в плане, что касается в плане сорных растений. Действительно, очень много амброзии, очень много мари, тот же осод, лосные сорняки, целайки. В данном предприятии применяют наш новый гербицид Корум, ну относительно новый может быть, он 16 года на самом деле у нас, но он просто новый относительно наших других препаратов. Тот же БАСС, БАЗОГРАН с 78 года выпуска, он до сих пор действительно ветеран. Ветеран, да, и качество его до сих пор на высшем уровне, не зря я знаю, многие выбирают. Пульсар с 90-х годов и вот, да, и вот 2016 год на рынке появился Корум. В Кавха Николаенко норма применения 2 литра на гитар, ну по словам самого хозяина, и не применяя таких мощных доз, у нас СОВИ, ну, вырастить, ну, невозможно. Кроме того, в Ставропольский край, в Казминский, в Климплин, там тоже известное хозяйство, да. Да, достаточно известное. Еще один из вариантов увидеть наши препараты в действии, наши новинки, это посещение различных демо-опытов и мероприятий, круглых столов и так далее. Ну, когда мы организуем данные мероприятия, мы приглашаем людей, приглашение можно увидеть и где-то в телеграм-каналах на нашем канале, и на сайтах, на сайте на нашем. Вот. И третий способ, на самом деле, самый, на мой взгляд, лучший и верный, это посещение нашего агроцентра, который находится в городе Услабинске. Мы сейчас перешли к таким, так скажем, VIP-посещениям, когда мы не собираем большое количество людей там на мероприятия по 100-200 человек, как раньше мы это делали. Сейчас мы перешли к формату посещение минимальным, то есть от 5 до 10 человек, 2-3 хозяйства, а в иных случаях мы можем и одно хозяйство обслуживать. Те хозяйства, которые, да, интересуются, хотят увидеть что-то новое, мы выбираем время, приезжаем, проводим по нашему агроцентру, показываем все основные культуры, которые там есть. Это зерновые, кукуруза, подсолнечник, соя, сахарное свекло, горох, показываем все наши новинки и препараты, плюс данных мероприятий какой. Нет, нету большого количества людей, обычно люди при этом начинают задавать вопросы, сами делятся, делятся своим опытом между друг другом. Вот, и эти мероприятия на самом деле очень нравится производственникам, потому что внимание уделяется только им, где-то какие-то полонкости, нюансы можно узнать. Соответственно, допустим, если с утра там до обеда мы прошлись, все просмотрели и в дальнейшем уже едем на обеды, где уже обсуждаем увиденное и делимся впечатлениями. Посетить агроцентр можно легко свежезавшись с менеджерами, которые у нас работают по районам, пожалуйста. Это затратное дело для хозяйства, для специалистов, которые я нашла. Нет, я имею в виду для хозяйства. Вот, допустим, из Казминского или откуда из Агродона решили приехать к вам посмотреть, сколько для них это будет стоить? Или это только затраты на дорогу? Да, только затраты на дорогу. И то, в некоторых случаях, ну, допустим, наши менеджеры могут... отношения разные в хозяйствах. Иногда даже наши менеджеры привозят людей на своих машинах, где там, ну, может где-то проблема, да, там, с транспортировкой, не проблема. Мы организуем это здорово. Все затраты компания берет на себя, пожалуйста. А сколько вариантов опыта закладывается, вот, допустим, по СОИ, по той же, вот этот вариант с одним препаратом, с другим, с третьим, да, так? Там, смотрите, все опыты в агроцентре делятся на два вида. Это демо-опыты, более крупные, которые как раз таки рассчитаны на показ аудитории, и мелкоделяночные опыты. Более, хотя их иногда тоже показывают, ну, люди делятся на два типа. Кому-то мелкоделяночного опыта будет достаточно, кто-то попросит, а покажите мне более в производственном масштабе, да, на большей площади. Да, такие у нас демо-опыты большие. Те, кто понимает, что мелкоделяночный опыт – это все-таки одинаковые условия полностью для всех вариантов, и, наверное, где-то более он точный будет, мы показаны мелкоделяночные опыты. Мелкоделяночные опыты могут в себя включать до десяти вариантов, ну, это, наверное, максимум. Иногда бывает больше, но уже чем больше вариантов, тем, сами понимаете, опыт менее точный становится по многим причинам, потому что это и растяженность самого опыта, ну, и тоже, так скажем, фактор учета, когда специалисты учитывают, гораздо легче и более точнее учет провести там пяти-шести вариантов, нежели это будет пятнадцати вариантов. Делаешь, ты, ну, закончишь, должен там в течение двух-трех часов его провести. Можно уточнить это все у представителя компании, да, можно узнать, что можно будет посмотреть, если приехать, да? Да, да, обычно, когда им наши ребята приглашают, они, естественно, они не просто так, там, говорят, так, поехали в агроцентр, там, что-нибудь посмотрим, а уже конкретно, там, соя, значит, препарат курум, будем смотреть, там, фунгицидная защита, подсолнечник, там, новый препарат архитект, новый почвенник акрис, там, ну, то есть уже люди едут с целью посмотреть уже конкретные новинки, которые их интересуют. Сейчас, конечно, у нас сложные условия, и до этого много ходило слухов, что компания наша будет уходить, много этих слухов было от конкурентов, но однако официально компания, именно все, что касается агро, агробас остается, завозятся наши продукты, мы также будем, оказывали, оказываем техническую поддержку, закладываем опыты, делимся своими технологиями, молодая работа.